Добрый день. Конечно, конкурировать с Черным морем осложнительно, но попробуем. Я, естественно, помню название, которое написано в программке, но поскольку у меня такая импрессионистическая манера разговора, то я уж от нее вступать лучше не буду, от греха подальше. Поэтому я предлагаю вот в таком ключе это. Но мы все помним эти пушкинские слова из Полтавы «в одну упряжку впрячь не можно, коня и трепетную лань». Но это ровно то положение, в котором мы сейчас оказались. Поэтому посмотрим, может быть, получится. И поскольку это нейрофилософия, я сегодня, кстати говоря, нашего организации спрашивала, а что такое нейрофилософия? Но как-то мы на пляже не решили этот вопрос, может, сегодня удастся. И то, естественно, никаких вызванных потенциалов и даже особенного брейн-имиджинга я показывать не буду сознательно, потому что идея другая. Но философия некая будет, и я начну с Александра Пятигорского, светлой памяти, который говорил, есть только один фактор, меняющий онтологический статус человеческого существа, и это фактор знания. Между прочим, звучит банальнее, чем есть на самом деле, Потому что сейчас, когда столько компьютерных систем, вмещающих дикое количество знаний, то вроде бы вопрос как-то съехал, непонятно, как с этим быть. Но умные люди, например, сэр Роджер Пенроуз, говорит, все это очень мило до тех пор, пока не встает вопрос понимания. Вот как только встает вопрос понимания, тут рушатся все эти хрустальные замки, потому что совершенно непонятно, что это такое, если всерьез. И какие есть критерии оценить данная система, или данный человек, или данное животное, предположим, высокого класса, оно вообще понимает, что оно делает? Или это на тему биоавтомата и виртуозной дрессуры? У нас просто нет времени обсуждать, но я хочу сказать, что это не так просто, как на первый взгляд кажется. Мы знаем сейчас точно, вот я буду балансировать в нейрообласти и в философской области, что обучение меняет мозг физически. Это доказанные вещи, доказанные. Увеличивается плотность и качество нейронной сети, глии. Растут как количественно, так качественно дендриты и аксоны, которые обеспечивают, понятно, что даже увеличивается величина нервных волоках за счет интенсивной миллионизации. То есть учиться надо, как я студентам голову морочу, не потому что хорошо быть умным, а не дураком, это как бы и так понятно, а потому что этим самым вы прямым образом воздействуете на мозг. И тут, я могла бы долго про это говорить, но не буду по недостатку времени, тут возникает не в плохом смысле слова модная нынче тема о эпигенетике. И это очень интересный разговор, просто не могу его вести. То есть на самом деле факт интеллектуальной жизни, при этом я имею в виду не то, что человек читает пьесы Стринберга, а другой их не читает, а сам факт нагрузки на мозг влияет самым таким материальным образом. И вот как ясно растет эффективность серого и белого вещества. То есть мозг человека, который занимался тем, чем должен заниматься мозг, отличается в физическом смысле, не говоря о всех прочих, от других мозгов. Учение-то происходит не обязательно за партой, мы не должны заблуждаться на тему о том, что непременно нужно в классе для этого сидеть. Учится любой мозг любого существа, и даже не только мозг. И учится он каждую миллисекунду, и поэтому нет ситуации, когда мозг находится в каком-то другом занятии, кроме обучения. Другой вопрос, что мы можем ему подсовывать плохую пищу. То есть вместо того, чтобы ходить в хороший ресторан или хорошо готовить дома, человек идет в эту сеть быстрого питания и там травится. Вот это оно. Огромную роль в этом играют зеркальные системы. Я этот слайд вставила сегодня, пометуя вчерашний наш разговор с коллегой, потому что вокруг этого очень много спекуляций. Строятся теории всякие, непонятно, на чем они базируются, но есть реальные факты. И это факты в частности, ну теперь большая литература, но в частности открытые в среднем из находящихся. Это Джакомо Резалатти, это замечательный ученый, который открыл зеркальные нейроны и зеркальные системы. И считается, и справедливо считается, что наличие таких систем является основой коммуникации и основой вообще обучения. Поэтому это очень важное открытие в контексте нашего разговора. И люди, у которых эти системы поломаны или ущербны от рождения по разным причинам, включая генетические, это люди с диагнозом аутизм или шизофрения, в частности. Наша цивилизация на этом стоит. И это именно в философском смысле вполне имело бы смысл обсудить, но мы сейчас не можем просто. Начав с неандертальцев, а теперь мы знаем, что и раньше, мы двигались довольно стремительно, улучшая нашу нейронную сеть, и пришли к вот таким звездам. В одной лодке сидят люди, которые друг друга ненавидели. Айпенна Шопенгауэр и Гегель. Это картина современного британского художника. Мне она очень нравится именно идейно. Она и эстетически очень хороша, но идейно хороша. Потому что как мы не сражаемся друг с другом, что в науке и философии, тем более, происходит ежедневно, если не сказать, ежеминутно, нам на марш-то точно не улететь. Поэтому как хочешь, а в одной лодке мы все оказались. И отдельно я помещаю, на мой вкус, лучшего философа Земли, именуэла Канта, который вообще-то страшную вещь сказал. А именно, что мы не черпаем законы природы из природы, а мы их предписываем, потому что у нас такой мозг. Вот это имеет отношение к нашим разговорам самое прямое. И это вообще-то устрашает. У меня, надо сказать, мурашки по коже бегут каждый раз, когда я про это думаю. А думать приходится все время. Это объект нашего исследования или наблюдения такой, как и вообще картина мира. Она такая, потому что она такая, как бы объективная. Это слово меня вообще смешит просто. Или у нас такая голова, которая может делать такие выводы. И я, вот на секунду остановлюсь, я последние уже даже, может быть, года три, мучаю всех, кого имеет смысл на эту тему мучить, а именно математиков и музыкантов, тех, кто соображает, я имею в виду. И задаю я им следующий вопрос. Если представить себе, что мы доиграемся, да, и что сметет всех людей. На планете больше нет людей. Математика есть и музыка есть. То есть это что-то объективное. Я имею в виду не партитуры и не книжки, где написаны буквы и цифры, а на самом деле. То есть это свойство Вселенной или у нас вот это вот так работает. Ну, едем дальше. Приехали мы и к Эйнштейну, это Гёдель. И они в Принстоне гуляют. И, конечно, вот последние эти картинки, которые показываю я, это, конечно, вершины эволюции, такого рода эволюции. Ну, попробуем дальше ехать. Не стоит заблуждаться. Я не знаю, кто сидит в зале, но подозреваю, что целый ряд людей работает на животных. Особенно те, кто работают, а впрочем, и не только те, кто работают с высшими видами. Разумеется, со мной согласны, что мы в особенно пафосную позу вставать не должны, потому что животные умеют очень много вещей, в которых они нас переигрывают. Я при этом имею в виду не вещи, которые общеизвестны, типа у нас нет эхолокации, а у дельфинов и у летучих мышей есть, или мы не ловим электрические магнитные поля. То есть мы ловим их, конечно, но мы не умеем ими пользоваться, так как многие, кто живет в океане, я не про это говорю. А я говорю уже про то, где мы можем сравнивать. Может быть, вы видели в интернете висят фильмы про сложные когнитивные задачи, которые выполняют высшие обезьяны. Я когда увидела этот фильм, я вообще думаю, ну и все. Буду я, пожалуй, готовить умею, пожалуй, я займусь этим. Потому что этой обезьяне ей дается большое количество цифр на экране, и она недолго их смотрит и запоминает, после чего они начинают хаотически появляться, и она должна пальцем, это сенсорный экран, должна пальцем тыкать в то, что уже было. И она это делает с такой скоростью, с которой я не только не могу представить себе вообще просто моторную свою активность, я даже не успеваю увидеть, что там было-то. Конечно, есть чудные звери вот такого типа, которые здесь недалеко живут. Вот я на Карадагской биостанции имела счастье с ними даже и поработать. И у них есть, вообще-то говоря, все качества, которые есть и у нас. И я подозреваю, что они таки понимают, судя по тому, как они смотрят. И судя по тому, как они себя ведут. В Рановые, как могла бы сказать вся команда профессора Зориной Московской, которая с ними работает, у них интеллект на уровне высших приматов. Я спрашиваю, как это получилось, учитывая, какой у них мозг. Я, разумеется, ей задавала вопрос, а как это может быть? Мало того, что он маленький, но это не важно, потому что это к объему тела, это как раз не важно. Он гладкий, там нет коры. Чем они это все делают? А они это все делают, это все, это то, что мы умеем. И более того, отнюдь не все из нас. Это серьезно. Эта картинка не просто красивая, а в Рановые узнают себя в зеркале, что признак высокого уровня развития интеллекта. Это знаменитый попугай, который в Лондоне жил, который говорит, но дело не в том, что он говорит, потому что многие из них говорят, а дело в том, что он выделяет фигуры из фона, он очень сложные когнитивные задачи решает. Вот эта картинка на эту тему, но если будет вопрос, я могу сказать, что он умеет, и это сбивает просто с ног. Умел он пару лет назад, помер. Ну и теперь к людям. Вот есть такой, я несколько лет назад была в Осло, меня пригласили там в оперу, и там были гастроли нидерландского балета, который сейчас был в Москве, кстати. Вот если кто его видел, то они меня поймут. А кто не видел, тот пусть следит. Есть такой, он один из лучших современных хореографов, Иржи Кирлиан. Он чех по происхождению, но уже давно работает в разных странах. Я была сбита с ног, когда я это смотрела. Не только потому, что это невероятно красиво, а потому что мне кажется, что его актеры нарушают законы природы. Так двигаться невозможно. Невозможно застывать в тех позах, в которых они застывают. Невозможно зависать в воздухе так, как они это делают. То есть они нарушают природные законы, законы гравитации. Ну, это, конечно, шутка, но я имею в виду, что бытовое мнение, что певицы и балерины, они как бы дурочки, вот это ничего общего с действительностью не имеет, потому что это сложнейшая нейронная работа. У меня несколько мало слайдов в английский. Но вот здесь вот написано, что участвует во время танца. Это сейчас вот одна из, я повторяю, мод в хорошем смысле. Это исследование музыки в связи с мозгом, к этому я приду сейчас, и в частности танца. У меня была студентка, которая сказала, я хочу заниматься брейн-имиджингом в танце. Я покрутила ей, думаю, ну, ненормально, а какой брейн-имиджинг в танце-то может быть? Но, тем не менее, она, кстати, в точку попала. Посмотрите, что делается. Я просто не буду время тратить, перечислять. Кто захочет, я потом презентацию могу дать. Это огромная когнитивная работа, которая координирует невероятную моторную изощренность, плюс музыка, то есть слуховое, плюс эмоции и так далее. Музыка в мозгу – это еще одна, так сказать, мода хорошая. Вот известный Оливер Сакс, ну, все его читали, там всякие эти... Жена, которую за шляпу приняли, и наоборот. Вот. И он, вот видите, выпустил книжку такую, которая называется «Музыкофилия». И есть много очень крупных ученых. Один из них, вот, Роберт Заторе, который исследует музыку в связи с мозгом. Не для набора того, от чего на всех тошнит, а именно списки того, что где в мозгу расположено. Вот бессмысленное дело, я сейчас к этому перейду. А потому что во время музыкальной обработки с мозгом происходят совершенно другие вещи, к которым я подойду. Вот статья, видите, 15-го года я выудила. Эффект исполнительской музыки, то есть играния на инструментах, на транскриптом профессиональных музыкантов. И речь идет о генах, которые включаются тогда, когда человек имеет дело с музыкой. Так что я имею в виду, что это не банальное соединение науки и искусства, а настоящее. То есть музыка и музыкальное творчество являются такой же частью нашей когнитивной жизни, как любые другие. Не стоит думать, что это десерт. Вот мне даже надоело эти слова говорить, потому что я их все время говорю. Это не то, что ты там съел бифштекс, а будешь кофе пить или там тарамису есть или нет. Это дело наживное. Вот так же и музыка. Как бы мы люди серьезные, заняты наукой, а уж пошел я в филармонию или не пошел, это как бы как получится. Это не то. Это абсолютно другой тип обработки информации. Это вообще другой тип мозговой активности. Вот это важно. А не то, что хорошо быть образованным, а не дурачком. Это как бы и так понятно. Вот видите, исследования, именно мозговые исследования музыкантов изменяют серое вещество, его концентрацию, толщину коры, организацию белого, ну, путей всяких. Ну, видите, не буду уж я переводить, и так это видно. То есть, опять-таки, это я в продолжении того, что эти занятия, это не сережки, понимаете, которые можно надеть, а можно не надеть. Это развитие мозга в другом духе. Наука и искусство. Вот я все свою, как бы, линию веду. Они вот так ли различны? То есть, как бы, ученые, это ох-охо, а вот люди искусства, ну, такие, там, что-то он рисует, там, иногда что-то напишет. Шнитке, который был, ну, гениальный композитор. И я не знаю, писал ли он что-нибудь, но я читала большие интервью с ним. И с недоумением обнаружила его, конечно, абсолютно невероятную ум и глубину. Он пишет, для образования жемчужины в раковине, лежащей на дне океана, нужно что-то неправильное. Вот некая песчинка туда должна попасть. И тогда начинает иначе развиваться. Также он пишет, в искусстве истина великая рождается не по правилам. Нет компьютеров, пишущих музыку, которые Моцарт или Гендель или кого хотите дальше называйте. Их нет, и не будет никогда. Они будут замечательно научены, они будут перебирать варианты. Компьютеры прекрасно пишут стихи, они сочиняют анекдоты, а всегда говорили, ну, искусственный интеллект, вот он с юмором не сможет. Отлично смог, когда речь идет о комбинаторике. Когда стоит мясорубка под именем Тьюринг и крутит эту историю, это другая вещь. Когда идет речь о настоящем творчестве, эту дверь мы закрываем просто. Эйнштейн, специально беру Эйнштейна, а не художника, не композитора. Он что говорит? Интуиция – это священный дар, а рациональное мышление – покорный слуга. Говорит Эйнштейн. Эйнштейн, говорит, не поэт. И сейчас это вот в этих нейро, таких смежных вещах, это очень такая тема. Пытаются обнаружить сети, которые включаются во время творчества. Как это сделать? Я очень скептична, должна сказать, хотя я сама работаю с этими людьми и так далее. Ну, слушайте, все, кто работают с мозгом, с человеком, не дадут мне соврать. Индивидуальные разбросы такие, что, разумеется, и речи нет о том, чтобы какую-то сеть нарисовать. Кроме того, даже у одного и того же человека утром она будет одна, а вечером она будет другая. И мы не знаем, за что мы зацепимся для того, чтобы этот творческий процесс пошел. Это известный роман Пруста. И если вы помните, что это фотография, это маленький Пруст сидит в Камбре, это этот рай провинции Камбре, где он жизнь прожил. А наверху знаменитые пирожные Мадлен, которые... Я, кстати, как-то в Москву приехала на симпозиум по памяти, а в Петербурге я нашла место, где их пекут. Заказала их несколько коробок, приехала и выложила на стол перед выступлением. Они решили, что я, естественно, умом тронулась. Но это пирожные со специфическим вкусом таким, и Пруст, когда... А, соответственно, его герой в романе. На самом деле, это реальный Пруст. Он в Париже, уже будучи взрослым человеком, он в каком-то кафе надкусил это пирожное и запил там липовым чаем каких-то роскошным. И это у него включило память на детство и на все. На этом написан роман. Поэтому не по заказу включаются творческие процессы. Не то, что там с трех до пяти у меня творческая жизнь начинается. А она может начаться с чего угодно. Из какого сора, как мы помним. Художники делают вещи, до которых ученым добираться и добираться. Пруст, вот которого я перелистнула уже, он про память написал такое, что современные исследователи памяти девятся. Это для них учебник. А он не ученый абсолютно. Магрит, пожалуйста, художник, что делает? Вот это очень хорошая метафора того, что может делать искусство и не может делать наука. Он смотрит на яйцо, а рисует то, что получится. У них есть особый нюх какой-то. И это когнитивный, между прочим, нюх. Они делают невероятные вещи, анализируя мир. Вот, к примеру, сериалисты. Или можно взять другие течения, но просто нет времени обсуждать это. Понимаете, они играют с миром, нарушая законы этого мира, тем самым показывая, что есть определенные правила, но эти правила здесь такие, а могут быть и другие. есть такой человек, Пейет Хайн, это датский математик, изобретатель, поэт и так далее. Его мало знают у нас, а он необыкновенно интересная фигура. Я случайно на него наткнулась, потому что мне мои норвежские коллеги, чей он приятель, дома был, про него рассказали, и я была покорена. Смотрите, что он пишет. Что такое искусство? И дальше он пишет. Эйнштейн был больше художником в своей физике, нежели художником как скрипач. И дальше. Так вот, что такое искусство. Искусство это решение проблем, проблемы, которые не может быть выражены эксплицитно до тех пор, пока она не решена. Вот ничего себе. То есть искусство умеет, ну нам, как ученым, нам проблему решить, потом ты рассказываешь, как это выглядит. Они ее решают до того. И более того, история науки и история искусства в этом смысле показывает, что художники вылавливают эти вещи за десятки лет до того, как наука может это делать. Импрессионисты открыли много в зрении того, что специалисты по зрению открыли через, я не знаю, 40 лет или 50 лет. он, как он говорит, я просто на его примере показываю, как эти вещи могут сочетаться. Он играл в ментальный пинг-понг не с кем-нибудь, а с Нильсом Бором. Он сидел у него на лекциях и на семинарах, они были приятели, и он в это время придумывал разные игры. Вот то, что синим, это то, что он выдумал. Он не только выдумывал интеллектуальные, очень сложные игры, которые теперь компьютерные уже есть. Он изобретал мебель на основе это так называемое идеальное яйцо, которое он высчитал и сделал. Мебель, планы городов, ну и так далее. Суперег это называется, сверх яйцо. И это математика сплошная. Он придумал игру, между прочим, во время лекции, которую Гайзенберг читал. Гайзенберг читал лекцию по квантовой физике. Значит, этот удивительный человек там сидел и придумал игру. У меня нет возможности здесь описывать, но это очень сложная математическая история. Вот эти кубы. Это не кубик Рубика. Это сложнее гораздо. Мы помним невозможные фигуры. Вот Роджер Пенроуз, который я имею счастье знать, и мы его, он у меня на семинаре выступал в Петербурге. Вот, кстати, все говорят, народ ничто не интересует, кроме журнала Лиза и этикеток от этих пятновых водителей. Улица стояла из людей, которых мы просто не смогли впустить, потому что у нас помещение не имеет. Улица из людей, которые хотели космолога послушать, по-английски говоря, еще к тому же. Значит, вот эти невозможные фигуры. Но у него это вся семья такая. У него отец, биолог, который начал изобретать эти невозможные вещи. И придумал лестницу, которая, мне кажется, вам должна кое-что напоминать, а именно вот эта, Эшера. И когда я еще ничего не знала про Пенроуза, то есть знала, что он есть, но больше ничего не знала, я думала, как Эшеру в голову это пришло? Ведь это не невинный рисуночек. Понимаете, он нарушил, вообще все, здесь нарушено. Как это ему в голову пришло? А оказалось, что он друг семьи Пенроузов. И они ему голову заморочили своими этими штуками. И он стал рисовать вот эти орнаменты, которые Пенроузовские паркеты, так называемые. Это все серьезная математика за этим стоит. Это не просто ручечкой, что в голову придет. Теперь музыка. Музыка в мозгу совершенно разные дает картины в зависимости от того, что делает этот человек. это исполнительство или это, к примеру, импровизация. И если это импровизация, то какого типа? Джазового или не джазового? И это разные мозговые картины. Вот если бы было время, то вот вверху это не джазовое, а внизу это джазовое. Почему? Это не в том смысле, что полька отличается от вальса или от марша. Про другое. Это вот про что. Мозг на самом деле себя ведет как джем сэшн. Там для выполнения какой-то задачи собираются музыканты, то бишь нейроны или их группы в какой-то части пространства, в данном случае мозгового. У них нет, и это принципиально важно, у них нет дирижера, большая часть из них друг с другом незнакомы, у них нет партитуры, и они начинают снюхиваться, так сказать, вот они сыгрываются. Они некоторое время сыгрываются, а потом пошло. Вот как оно пошло? Это вопрос, который по молодости мне много раз задавали. Ну хорошо, вот такая сложная сеть, там мозгу. А где центр, который всей этой сетью управляет? мы можем все поехать за Нобелем в Стокгольм, правильно, сейчас, если мы на этот вопрос ответим? Его нету, его в принципе нет. Тогда мне говорили, а ты Анохина почитай, в смысле старшего. Анохина это сложная самоорганизующая система. Как вы понимаете, я читала, но мне это немало не помогло, потому что это не более чем слова. Мне очень нравится то, что пишет Анохин, я не к этому клоняю. Я надеюсь, у меня правильно понимают все это. Я не то, что я ругаю там это. Просто мне это не добавляет знаний. Я не понимаю, как это происходит. Все равно. Причем не технически, как раз технически, при той невероятной нейроизоляционной технике, которая сейчас есть. Мы технически черти чего вам покажем. И что? А делать что с этим? Это же понять еще надо, что там происходит. И еще одна важная вещь, о которой сейчас говорят, и англоязычная литература это называет стейт. Или даже пишет allow your mind to roam free. Короче говоря, не насилуйте мозг, дайте ему возможность бродить самому, как дикая дикая кошка. И вот состояние, когда мозг вроде бы ничем не занят, когда он в свободном полете, когда мысли там путаются, то про это подумал, то про это. Это невероятно важное состояние, этим сейчас занимаются. То есть совет, и это именно то, что мы видим, когда анализируются мозговые функции онлайн у джазовых музыкантов. То есть это вот такое расслабленное состояние, брожу, где хожу. То есть не где хожу, а где хочу, разумеется. Конечно, очень много разговоров уже с 80-х годов, на самом деле гораздо раньше, про правое и левое полушария, интуиция справа, там все остальное с левой, сколько об этом уже говорено, невозможно. Вот про это сейчас пишут, wrong, это неверно, то есть это верно, конечно, но верно тогда, когда речь идет о клинике, когда клиника, если кирпичом дать по зоне брака, то человек таки замолчит, это да, но если мы не про это говорим, то вот видите, real neuroscience of creativity, это естественно не могло обойти историю с правым и левым. Ну ладно, сейчас я перейду, но понятно, что невероятная мощь мозговая, но только когда задают вопросы, сколько мозг может вместить информацию, это дурацкий вопрос, потому что как минимум нужно ответить на вопрос, что вы имеете в виду под информацией, то есть скажем, натрий-калевый обмен имени Юрия Викторовича наточено, он отличная даже информация еще какая, то есть о какой информации речь идет, о сознательной, о подсознательной, о бессознательной, о неосознаваемой, ну уж я не говорю про почки, там печенки, это ясно, мы много, конечно, о мозге знаем, сейчас очень много, есть безумцы, которые говорят, вот там еще лет 15 и все, дело в шляпе, то есть будем иметь искусственный мозг, это не верьте, конечно, не будет этого происходить, мы знаем, как устроены нейронные сети и суперсети, и сети сетей, и сети сетей, знаем, это я в кавычках говорю, разумеется, мы не знаем, вот Анохин, мой приятель и коллега, естественно, младший, Константин Владимирович, вот он сейчас занят этим когнитомом, уже не коннектомом на тему, что с чем связано, а когнитомом, но, и это очень хорошо, но это бесконечная дорога, мы знаем, конечно, что есть функциональные блоки, но я уже прокомментировала это, это, так дело такое, совершенно, например, непонятно, каким образом, хотя мы знаем, где находится речь, да, но все книжки читали, но все равно, а как это происходит, это же динамическая история, все меняется, все время, все физические характеристики меняются, как получается, что некие стабильные единицы, условно говоря, фонемы, в мозгу, тем не менее, есть, в мозгу есть представление, а, а, о, у, т, д, иначе бы мы не могли речь распознавать, откуда они взялись-то, то есть, как это вышло, что мозг смог, эти, я ненавижу слово концепт, но мне придется его сказать, концепты вот эти, откуда они взялись, учитывая, что это же страшное усреднение дикого размера, при переключении кодов, черт знает, что в мозгу происходит, поэтому меня очень увлекает тема не просто билингвов и мультилингвов, а даже скорее синхронных переводчиков, потому что это из всех известных мне работ наиболее стрессорное, просто невероятное, потому что это онлайн, очень быстро, невероятная степень стресса, и ответственность очень большая, мозг у них взрывается просто, я видела, что происходит в мозгу в этих ситуациях, никакой там брака и верники, даже вообще думать об этом даже не надо. Когнитивные типы познания мира, уже не стили, у меня даже было написано стили, а потом я стерла, потому что когда говорят о стилях, то речь идет о людях, вот этот такой, этот сякой, я про другое. И я вспомню замечательную статью Фримена Дайсона, которая называется «Птицы и лягушки в математике и физике». Он выступал в Москве с лекцией, провокационная лекция такая была, после этого он из этой лекции сделал статью. Мне академик Окунь ее в свое время прислал, и тоже у меня по голове, Окунь, он физик, и по голове это меня сильно ударило. Вот что он пишет, он говорит, это касается, кстати, не только физики и математики, а вообще всего, вот я как наполовину лингвист, я могу сказать, что к лингвистике это применимо на полную катушку. У меня просто нет времени это обсуждать. Он говорит, есть птицы, это ученые, которые обозревают с большой высоты большие же пространства. Их мелкие факты не интересуют. Это не значит о том, что они плохие ученики. Это вообще не про плохо, хорошо, как всякому понятно. Вот, они, конкретные объекты, у них не получаются, они не любят, они задачи не решают последовательно одну за другой. Как это делают лягушки? При этом Дайсон пишет, я-то сам лягушка, я люблю в этих штучках копаться, но завидую страшно моим друзьям, которые птицы, говорит он. И это две разные, это к вопросу о философии, это две разные традиции. Это традиция английская, это традиция французская. Это беконианцы, которые лягушки, и картезианцы, которые птицы. И это, соответственно, Фарадей, Дарвин, Резерфорд, и дальше после запятой еще много народу, это Паскаль Лаплас и Пункаре, и тоже после запятой много народу. Специально взяла абсолютно гениальных людей, чтобы только ни у кого, упаси Господь, не возникло мысли про то, что одни хорошие, другие плохие. Это про другое совершенно. И чему нас учат отцы-основатели? Бейкон говорит, самое главное, не давать умственному взору отвлекаться от созерцания природных фактов, то есть этих маленьких штучек. А Декарт говорит, да бросьте его, говорит Декарт, требуется ученому что? Постекать законы природы силой мысли и твердо следовать законам логики. Ну и что, хорошо, все так и есть. Это, я повторяю, влияет и на другие науки, ну скажем, генеративисты и функционалисты в лингвистике и психологии, в такого типа психологии, ровно про это. в Хомского, который пытается универсалии языковые найти, какие камни кидают, ему говорят, а вы ничего не знаете про языковые факты, вы крутите свои алгоритмы, вот эти вот, рисуете деревья там, ну в смысле, математические деревья и всякую эту, всячину, и вас не интересует это вообще, есть в природе такое или нет, чего вы там навыдумывали, а он говорит, а мне неинтересно, я другую, моя задача другая, он говорит, ему говорит, так ведь вы работаете там вот с такими-то языками, их очень немного, а у нас 6 тысяч языков, он говорит, меня неправильно поняли, это если он вообще говорит, как правило, он даже не вступает в дискуссию, правильно делает, он говорит, так а это здесь при чем, он говорит, я пытаюсь выловить универсалии, которые характерны для вообще всех людей, независимо от того, какая огромная, а это у меня как лингвиста, одна моя половинка тут, поверьте, несмотря на гигантскую разницу в разных языках, он не потому, он ищет универсалии, что он не знает о разнице, а он пытается найти универсалии, зная о разнице, и это убрали, это убрали, и вот что осталось, и это, конечно, из птиц, они враги непримиримые, эти две партии, они не сойдутся никогда, никаких шансов, я это наблюдаю почти каждый день, противоречия могли бы быть разряжены с помощью экспериментальных методик, и они, опять-таки, нет времени говорить, этим и заняты, мы знаем, что если, скажем, в такой парадигме существенным являются частотности, такие-то, неважно, какие сейчас, а мои контрагенты говорят, нет, частот здесь ни при чем, значит, я сижу полтора года и придумываю эксперимент, который потом идет, 20 минут, естественно, вот, и думаю, как мне сделать так, чтобы это вылезло, и тогда, мне кажется, что мне и другим, кто так работает, мне кажется, а вот мы их сейчас положим на лопатки, потому что у нас факты будут, отчасти только это получается, потому что эти споры бы давно закончились, фокус в том, что одни и те же данные могут быть описаны с акцентом на разных вещах, и это не потому, что кто-то жулик, мы не говорим о плохих ученых, мы говорим о хороших, честных ученых, просто ты уже выстраиваешь, сам не понимая, не отдавая себе, уже строишь эксперимент, имея в виду, хорошо бы, чтобы получилось так, но я грубее говорю, конечно, чем есть, в стиле научного мышления, об этом тысячи тонн литературы, но двух людей я назову, это Юрий Манин, совершенно гениальный математик, живущий одновременно в Москве и в Германии, который написал книгу, там запятую я забыла поставить, потому что в 2007 году она по-немецки вышла, а в 2009 по-русски, математика как метафора, очень советую тем, кого вообще эти вопросы интересуют, почитать ее, она читабельна, там есть куски, которые, скажем, мне не по зубам, но математические, но в основном ее можно прочесть, и он говорит, ну понятно, что он говорит, Виктор Финн говорит, синтез познавательных процедур и проблемы индукции, и он, оба они говорят, примерно, это мои слова, но правильно описано то, что они говорят, логическое описание мира может становиться препятствием, потому что у нас некий материал, который уже какой есть, такой есть в мире, он вот какой есть, мир какой есть, а мы его стараемся загнать в те формочки, которые нам подсказывает наша логика, то есть мы должны, это либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь, то есть у нас есть законы, по которым мы должны были бы его описывать, а он не лезет, тогда мы ампутацию начинаем, я хорошо помню, вот продаю прямо, я работала на базе психиатрической клиники, с Баллоновым и Деглином, и это правые и левые, тогда были все эти развлечения, и в частности это были пациенты с отключенными разными способами, там правым и левым полушариям, и дальше, когда ты начинаешь обрабатывать материал, то это в левую коробочку, это в правую, а вот это какой-то странный больной, мы его пока положим в коробочку, где будет написано другое, вот я хочу сказать, в эту коробочку больше никто никогда не залезал, думаю, что открытия лежат там, потому что из того, что он не лезет в эту и в эту, не следует, что это хлам, совершенно не, абсолютно, вот, поэтому левополушарные и правополушарные, как общая идея, очень неплохо, но за хвост себя надо держать сейчас уже самым серьезным образом, поэтому люди полифункциональны, они работают в очень разных парадигмах и в очень противоречивых областях, обычные рассказы для детей или для публики насчет того, что художники правополушарные, а математики левополушарные, но не вызывают ничего, кроме омерзения, потому что математика бывает разная, математика, скажем, топология, никаким образом на левое полушарие не вылезает, если вообще брать эти две коробки, левая и правая, то сюда это не лезет, а что мы будем делать, скажем, такими художниками, как пуантилисты, которые высчитывали, сколько краски нужно положить там на сантиметр квадратный, для того, чтобы, когда ты отойдешь на 7 метров, сиреневая вышла, ну, я так, я грубо говорю, но это счет был, а абериуты, и те, кто играли с языком, из обломочков эти слова новые составляли, это левополушарная работа, то есть это, ну, не так, не делится оно на два, конечно, мозг это вообще запредельная вещь, но на нем индивидуальный опыт, нет двух, как нет двух роговиц одинаковых или отпечатков пальцев, тем более нет двух одинаковых мозгов, вот, и наш мозг таков, каким мы его настроили, он включает в себя дикое количество факторов, о которых даже говорить смешно, потому что бесконечное пространство, и восприятие, как мы знаем, и многие из тех, опять же, не знаю, кто сидит в зале, но все, кто занимался этим, понимают, что восприятие – это активный процесс, это активное извлечение и активное конструирование мира, мы не диктофоны и не видеомагнитофоны, который просто записывает, что предъявляет, ты пишешь то, что ты знаешь, другого не бывает, конечно, разные живые системы делают по-разному, и у нас разные возможности, само собой, и разные картины мира, но субъективный мир и сама субъективность отличает человека от киборга пока, хотя есть люди, я могла бы назвать их имена, но не буду, которые считают, что скоро закончится это дело и что все в порядке, появятся эти существа, то есть появится искусственный интеллект, у которого есть я, и у которого есть квалия, вот эти first person experience, то есть ощущения от первого лица, но я не могу себе представить, но это, опять же, не при философа будет говорить, это огромная дискуссия идет насчет того, можем ли мы отличить реального человека от зомби, который является, зомби как конструкт, естественно, вне научной фантастики, который все точно то же самое, только не человек, это очень интересная дискуссия, не могу сейчас вести ее, Анохин говорит, всем ура, потому что если не можем отличить, значит не зомби, может быть он прав, кстати, конечно, я заканчиваю, хотелось бы найти какие-то универсальные, такие самые общие когнитивные алгоритмы, потому что мозг един, трудно представить, сейчас, по крайней мере, в 21 веке, но только сумасшедшим может считать, что есть какие-то куски, которые про речь, какие-то там про зрение, про пение, про танцевание, и так далее, это, конечно, не так, не может быть, чтобы у мозга были блоки, в виртуальном смысле, блоки, которые имеют совсем разные алгоритмы, должны быть какие-то общие универсальные вещи, а раз так, значит мы, все, что связано с искусством, я вот заканчиваю, с чего начала, к тому, вот коня и трепетную лань, их необходимо запрячь в одну упряжку, они не параллельно бегут, это одна и та же история, и то, что этот датчанин сказал, что Эйнштейн был больше художник в своей физике, чем он художник в своей музыке, это вот оно самое и есть, и знание того, как люди творческие умудряются вот это все совершать, что на самом деле и есть наша цивилизация, мы обязаны цивилизации кому? Всяким там, Леонардо, Венеция и прочим, и как с алгоритмами тут дело будет, вот, так что, мы не можем делать вид, что этого нету, и я напоследок еще вспомню Пенроза, с которым мы ужинали потом, да мы вообще общалась, я с ним, он ведь что говорит, вот все эти процессы, вот, сознание, всякая духовность, я не люблю это слово, но вот, вот все нематериальное, как бы, оно не лезет в физическую картину мира, ну вот просто не лезет никак, вот ты как не ломай, в лучшем случае мы получаем параллель, то есть, предположим, я спятила совсем, пошла в институт мозга, и говорю, давайте посмотрим, где сознание находится, ну, во-первых, Медведев, мне скажет много разных крепких русских слов в ответ на это, но самое главное, что даже если мы зафиксируем это, то это будет не более чем то, что я считаю сознанием, а это я даже не хочу эту тему начинать, и то, что там происходит, происходит параллельно, то есть у меня здесь причинно-следственная связь отсутствует, так что Пенроуз говорит, не лезет, физическая картина мира не вмещает это вообще, и что нам делать теперь, он говорит два варианта, вариант первый, втянуть, совершенно непонятно как, вот он стоит на позициях, что это на квантовом уровне, он вообще говорит, сознание, это скачки на квантовом уровне, вот то, что он говорит, я не комментирую, просто, то есть ясно, что в большом мире ничего, никак не идет, а вариант второй, что значит у нас, у всех неправильная физическая картина мира, и мы должны от нее отказаться, на что на планете никто в здравом уме не соглашается, потому что это говорит, что, говорит о том, что мы совсем заблудились в сумрачном лесу, то есть мы вообще тогда ничего про мир не понимаем, между тем, все равно остается вопрос, вот я сейчас просто привожу пример, вот я сейчас думаю, в данный момент, я думаю, согнуть, пожалуй, надо палец, и сгибаю, только не надо мне отвечать, что мозг посылает сигнал, да, и поэтому палец сгибается, это я сама знаю, почему мозг начал посылать этот сигнал, просто хочу, чтобы мне сказал кто-нибудь, это была моя мысль, область идеального, правильно, я подумала, надо согнуть палец, теперь я хочу знать, что случилось между, я подумала, и сигналом, который пошел к этому пальцу, когда он пошел, это в учебниках написано, а вот до того, как он пошел, вот это, что здесь было, ну в общем, вот, это есть такой физик, это мой последний слайд, так что не пугайтесь, по учебникам, которого во многих американских вузах учатся, он замечательную вещь сказал, которую можно сказать только физик, если бы мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы, мне кажется, это просто чудесно, так что будем себя вести скромно, тихо, и спасибо вам за то, что слушали. АПЛОДИСМЕНТЫ